Ну вот, итак, классификация движений и малая теорема шаля, то есть теорема шаля напрямой. Движений и МТШ назовем ее, например, малая теорема шаля. Так, напрямой. Но давайте некоторую подготовительную работу, которая будет на грани доказательств и наблюдений, то есть еще то, что можно просто пронаблюдать и признать очевидным. У нас же такая математика, она начинается не с аксиоматики строгой, логической, а с чего-то, что мы наглядно, ну, все человечество, любой человек, который на некоторое время на что-то подумает, признает очевидным. То есть у нас математика, она с помощью логических переходов развивает ту очевидность, которая в нас встроена. Конечно, человек, занимающийся серьезной математической логикой, скажет, что так нельзя. Но для ознакомления именно с математикой на популярном уровне, мне кажется, это совершенно нормально. Итак, давайте сделаем следующее. Установим то, что мы назовем постулат, но мы его пощупаем, но фактически строгое доказательство здесь ни в каком смысле невозможно. Если я начну строго доказывать, то мне придется строго формально определять, что такое прямая, но я исхожу из того, что мы это понимаем и так, да? Постулат. Если движение G оставляет две точки, различные точки, неподвижными на месте, то G равно ID. И это называется, гордо называется, лемма от двух гвоздях. На плоскости будет лемма от трех гвоздях, и ее придется доказывать. Ну, правда, несложно. А здесь лемма от двух гвоздях. И в дополнение еще мы убедимся в том, что любое движение является обратимым преобразованием, является биекцией. То есть, обратима биекцией, а отсюда существует всегда G-1, которое как бы все возвращает на место и тоже является движением. Ну, если мы поймем, что движение это биекция, то ясно, что обратное преобразование тоже движение, но потому что оно берет две точки и переносит туда, откуда они пришли. Ну, мы как раз постулировали, что расстояние между ними не менялось. Ну, значит, когда я их верну обратно, оно тоже не будет меняться. То есть, здесь как раз доказывать нечего. Если движение биекция, то обратное преобразование тоже движение. Почему движение биекция и вообще почему верна вот эта лемма от двух гвоздях? Ну, давайте забьем сюда гвоздь. И сюда гвоздь. Посмотрим, куда вообще может попасть какая-нибудь точка. Вот, например, вот эта точка. Мы можем рассмотреть два как бы разных случая, когда точка находится между двумя гвоздями и когда точка находится снаружи от одного, ну, как бы от этой пары гвоздей, с той или другой стороны. Значит, если она находится здесь, то ей нужно остаться на том же расстоянии от точки А, на котором она была. Ну, как бы я мысленно провожу окружность, хотя на плоскости мне пока запрещено выходить. И это все точки, которые находятся на том же расстоянии от точки А. Ясно, что на прямой варианта ровно два. Остаться на месте или прыгнуть сюда. Ну, и совершенно визуально очевидно, что если она прыгнула сюда, то она удалилась от точки Б. Она была вот на таком расстоянии, а стала на таком. Поэтому, если эти два гвоздя вбиты, то при изменении положения этой точки, уж по крайней мере, либо от А, либо от Б, она будет уже на другом расстоянии, ее образ. Но мы же должны иметь, что если обозначить точку за Х, то расстояние между Х и А должно быть равно расстоянию от G от Х до G от А. Ну, а так как А на месте, то это означает просто, что расстояние от Х до А будет равно расстоянию от G от Х до А. Ну, то же самое с Б, и ничего не останется, как остаться на месте. Ну, аналогичное рассуждение, если она с одной или другой стороны. Вот если она здесь находится от А, должно сохраниться и такое, и такое расстояние. Ну, и довольно очевидно понять, что если она перепрыгнет через одну из точек, то от другой точки будет уже совсем другое расстояние. Поэтому это я позволю себе с осторожностью назвать очевидным. Очевидный факт, что никакая точка прямой не может поменять своего положения, оставшись на том же расстоянии от двух различных точек. Хорошо. Теперь почему, продолжая эту картинку, почему любое движение это объекция? Ну, давайте посмотрим, проследим за судьбой вот этих двух точек, они куда-то попали. Ну, давайте, например, вот это вот А' G от А, а это G от B. Значит, расстояние между ними должно быть тем же самым. Теперь я хочу доказать, что какую бы точку я не рассмотрел, вот, например, вот такую, я смогу раздобыть где-то точку напрямую, которая в нее перейдет. Давайте мысленно, прям представим мысленно, вот как мы оборачиваем. Вот у нас в данном случае поменялось. Если А стоял слева от B, то G от А стоит справа от B. Ну, могло быть и наоборот, могло быть то, что G от А и G от B расположены в том же порядке. Но это просто разбор двух разных случаев. Если произошло, как я сказал, значит, соответственно, я пытаюсь мысленно перевернуть и просто найти справа от B, на том же расстоянии, на котором сейчас вот эта точка находится от G от B, соответствующую точку. Ну, и очевидно из картинки, что эта точка должна перейти сюда. Потому что у нее должны, значит, расстояние до А должно быть теперь расстоянием до G от А, а расстояние до B теперь должно быть расстоянием от G от B. Ну, и, значит, видно, что действительно эта точка никуда, кроме вот сюда, попасть не может. Потому что если она попадет, она должна быть на том же расстоянии от G от B, что она была эта от B, но если она окажется вот здесь, то расстояние даже от А будет не таким, как тут. То есть вся конфигурация вот этих трех точек сохранится с сохранением их порядка. И тогда ясно, что эта точка переходит сюда. Ну вот, эти рассуждения, это более-менее последние рассуждения в стиле «смотри и понимай», а все остальные рассуждения, которые мы будем проводить, уже будут формальными доказательствами. Ну, пожалуй, за исключением следующего. Продолжение. Хотя нет, уже даже и без исключений. Продолжение уже чисто формально. Итак, если мы с вами убедились в том, что любое движение – это взаимно однозначное соответствие, ну, то, что точки не могут, две разные точки не могут перейти в одну, очевидно, потому что сохраняется расстояние, если оно было положительным, то оно и будет положительным. Вот. А если они сыпали бы, то расстояние было бы ноль. Поэтому единственное, что было сложным, что мы и доказывали, что для каждой точки найдется ее прообраз. Так, а вот теперь продолжение. Значит, как мы вообще будем классифицировать движения? Мы будем их классифицировать в соответствии с тем, сколько точек может остаться на месте. И мы уже знаем, что если остались на месте минимум две точки, то движение уже, на самом деле, оставляет на месте все точки. То есть является тождественным преобразованием. Ну, а тогда осталось рассмотреть только два случая. Что на месте осталась ровно одна точка, или что на месте вообще ни одной точки не осталось. Все они меняли свое положение. Ну, вот будем по очереди. Продолжение. Лемма об отражении. Об отражениях. Лемма такая. Пусть ЖРВР движение прямой, для которого существует единственная, видите, математическая символика, существует единственная точка А, остающаяся на месте. Что значит, остающаяся на месте в формальном смысле слова. Ж от А равно А. Не изменила свое положение. Тогда Ж равно СА. То есть, тогда движение является отражением относительно этой точки. А что значит равно вообще для преобразований? Равно, значит, на каждой точке эти два преобразования должны действовать одинаково. Какую бы точку мы ни рассмотрели, не только А. Ну, конечно, если движение оставило А на месте, то ограничивая только на точку А, они совпадут. Да, и СА тоже оставляет А на месте. Но я это больше утверждаю. Я утверждаю, что любая вообще точка прямой, куда бы мы ни показали на эту прямую, слева или справа, при движении Ж должна совершить ровно то, что она совершает при отражении. То есть, перепрыгнуть через точку А. Все точки, которые я вот сейчас нарисовал, они должны совершить при движении Ж те же действия, что и при СА. И вот эта лема, ну, в принципе, ее уже можно прям доказывать, после того, как мы договорились, что нам очевидно, что лема о двух гвоздях верна, что если две точки на месте, то тогда и движение является тождественным преобразованием. То данную лема об отражениях можно и доказать. Вполне можно и доказать. Так, значит, как мы будем ее доказывать? Рассмотрим нашу точку А и рассмотрим абсолютно любую еще точку напрямую. Назовем ее В. Как можно изменить положение В, чтобы расстояние до А не изменилось? Напомню, опять еще раз, смотрите, А минус В должно быть равно G от А минус G от В. Расстояние между образами. А G от А по условию на месте, значит, А минус G от В. То есть G от В должна уйти в ту точку прямой, откуда расстояние до А такое же, как у В. Но это дает два варианта. Если мы проведем мысленную окружность, это дает два варианта. Остаться на месте или перейти в В'. Теперь внимание. Если все точки перешли из В в В', то есть любая точка на прямой совершила вот такой вот перескок через А и перешла на ту сторону, то это очевидно ровно и есть отражение. Мы все доказали. Отражение так и действует. Берет точку и отражает от А. А если хотя бы одна точка осталась на месте вместо этого, то мы возвращаемся к леме о двух гвоздях, и тогда все точки прямой остались на месте. И тогда, ну, все. Но, собственно, на самом деле, можно даже сказать, что мы же договорились, что у нее одна неподвижная точка. Значит, никакая точка на месте не должна была остаться. Но если никакая не должна была остаться на месте, то все отразились. Единственная точка пересечения такой окружности с прямой это вот с той стороны А. Лежащая. Вот. То есть мы уже знаем, что значит, знаем, что одна неподвижная точка, вот такие точки называются неподвижными, которые при преобразованиях остаются на месте. Отсюда, значит, это отражение две или больше неподвижных точки, точек, то ID. То есть наше же, если наше движение имеет одну или более неподвижных точек, то есть вообще имеет неподвижные точки, то оно либо отражение, либо ID. Осталось понять, что будет. Что же будет, если неподвижных точек нет. Вот. И для того, чтобы разобраться с этим, нам нужна некоторая артподготовка. Небольшая. Артподготовка такая. Лема. Если два движения G1 и G2, два движения прямой, одинаково действуют на различных двух точках, на точках А и Б, не совпадающих, то G1 равно G2 как движение, как отображение, как функция. То есть для любого X G1 от X равно G2 от X. То есть, если я узрел две точки, одинаково путешествующие при некоторых двух движениях, то тогда эти два движения обязаны строго совпадать вообще во всех точках. Вот. Доказательство чисто теоретика групповое. Доказательство. Рассмотрим преобразование, ну или пока, значит, пока мы должны его назвать просто какой-то функцией, отображением, G1, а после него G2 в минус первой. То есть, сделаем в начале движения G1, а потом выполним обратное к движению G2, которое мы, как знаем, существует. Ну, композиция двух движений и движения, поэтому на самом деле можно зачеркнуть, написать, рассмотрим движение G2 в минус первой на G1. А раз оно движение, ну давайте тогда посмотрим, что мы можем сказать. G2 в минус первой от G1 от точки А, которая и есть по определению G2 минус первой на G1 от А, то есть, последовательное выполнение, равно А, потому что G2 и G1 одинаково действуют на А. Ну давайте я распишу, давайте я распишу, равно G2 в минус первой от G2 от А, да, тут я пользуюсь тем, что А при обоих этих самых G1 от А равно G2 от А, да, по условию, и G1 от Б равно G2 от Б, по условию, по условию они одинаково действовали на двух точках. Но тогда вместо G1 от А могу записать G2 от А, и после этого G2 сократится, то есть А вначале пошло G2 от А, а потом обратно, откуда взялось. Ну и G2 в минус первой от G1 от Б также равно G2 в минус первой от G2 от Б, то есть Б. Но тогда это преобразование, тогда G2 в минус первой на G1 имеет по крайней мере две неподвижные точки. А из этого, как мы знаем, следует, что G2 в минус первой после G1 это ID. Ну а теперь просто действуем так и слева и справа применяем к G2. G2 на G2 в минус первой на G1 равно G2 на ID. Вот. Ну, G2 сократилось с G2 в минус первой и получилось G1 равно G2, потому что здесь ID оно ничего не меняло. Вот. Вот так. Так что все доказано. Если два преобразования, два движения действуют одинаково на двух различных точках, то они совпадают просто как функции. То есть на всех точках совпадают. Вот. Вот это вот рассуждение мы будем проводить еще очень много раз, поэтому не страшно, что оно оказалось в уголке. Оно у нас появится в течение нашего курса панматематики бесчисленное множество раз. все. Сейчас мы будем заниматься уже последним случаем и в этом последнем случае надо будет предварительно научиться делать композиции там двух отражений и отражения и переноса. Ну, в общем, заодно мы арифметикой движений займемся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...